Привет, мои хорошие, и это у нас уже шестое видео из серии, как я читаю Гарри Поттера впервые. И сегодня мы с вами будем читать шестую часть этого цикла, а именно Гарри Поттер и Принц Полукровка. И как я говорю абсолютно в каждом влоге, что мне не верится, а сейчас особенно не верится, что до конца этой потрясающей волшебной серии мне осталось всего две книги — это и следующая дыры смерти. И всё! На самом деле это грустно осознавать, но с каждой книгой тут такие события, такой накал страстей. Честно говоря, мне даже страшно читать эту книгу, потому что я даже не представляю, что здесь будет дальше. Мне страшно, что же здесь заготовила Джоан Ролин, потому что ну что было вроде не Феникса и в предыдущих книгах, а вот с каждой книгой всё это накаляется, накаляется, становится всё более серьёзным. Это вообще... И у неё в этой части такая обложка атмосферная, конечно. Здесь у нас Дамблдор, да, здесь у нас Гарри Поттер. Интересно, что это за сценой, конечно, изображено, но выглядит так. Мрачновато. Гарри здесь явно серьёзный. На обложке изображён. Я с пустыми руками, как всегда, не прихожу. Я уже здесь успела прочитать 178 страниц. Вот здесь я нахожусь, и здесь у меня глава, которая называется «Принц полукровка». Это же та самая глава, которая нам расскажет, что же это за «Принц полукровка» такое, потому что я не знаю. И вот эта глава как раз расскажет. Я на ней остановилась, потому что, мне кажется, это будет очень интересно узнать. Но пока книга началась очень даже активно, то есть события здесь развиваются у нас достаточно быстро. Интересно смотреть. Мне очень интересно посмотреть за одним из персонажей. Вот. И ещё могу сказать, что здесь очень интересно раскрывается Джинни. Заметно, что у Джинни здесь даётся больше внимания. Прямо она у нас уже показывается, что это за героиня. Потому что в предыдущих книгах, ладно, ещё в «Органе фигнистов» тоже Джинни уже стала появляться. И мы сами понимаем, что это классная героиня. Но в прошлых книгах на неё вообще акцент был сделан минимальный. Мне очень нравится, потому что Джинни мне очень симпатизирует. А в этой книге она мне всё больше и больше начинает дальше симпатизировать. В общем, очень интересная героиня. За ней интересно следить. Но и, конечно, как всегда, безумно рада вернуться Акаре, кроме Кермиони. И это прям вообще огромная-огромная радость для меня. С прошлой книгой «Орден Феникса» я снимала марафон 24 часа чтения. И вообще со всеми книгами. Да, вот это вот у меня целая серия роликов выходит. Со влогами, с марафонами на Гарри Поттера. У меня есть отдельный плейлист. Поэтому вы можете его посмотреть, если не смотрели предыдущие части. И ещё раз повторюсь, что я в этих обзорах, их делаю я бесспойлерными. И иногда делаю спойлерные моменты, которые помечаются. Вот здесь вверху пишется время, когда спойлер заканчивается. И снизу написана спойлерная часть. Поэтому, если что внимательнее, кто не читал, то всё равно для вас плов будет интересный. То есть я буду какие-то вещи рассказывать, свои эмоции. Плюс я буду вас заряжать книжной эстетикой. Но если вам хочется, если вы смотрели, читали книги, хочется узнать всё со спойлерами, все мои эмоции, то как бы спойлерная часть будет для вас очень и очень интересной. Гарри Поттер, смотрите, какой милый фанка-поп. Со мной сейчас стоит, меня вдохновляет на чтение. И я забыла в прошлом влоге мне с вами открыть адвент-календарь, который в каждом влоге открываю. Поэтому мы справляемся. И сейчас как раз будем открывать окошки в адвент-календаре. Отправляюсь за адвент-календарём. А потом с вами, конечно, будем садиться читать книгу. Мне уже не терпится. Та-дам! Как я давно его не открывала. Не знаю, как я так забыла в марафоне. Потому что, конечно, мне не терпится открыть последние окошки. Я во всех влогах также открывала адвент-календарь. Итак, у нас вам осталось раз, два, три, четыре, пять окошек всего. Давайте мы сегодня откроем двадцатая, двадцать первая. А потом посмотрим, может быть, три сегодня откроем или три откроем в следующем марафоне. Посмотрим на наш улов. Итак, двадцатое окошко. Оп! Да! Так! Моя голова удачно продержала адвент-календарь. Да, наконец-то! Я очень ждала этого сюрприз. Смотрите! Это же маленький Гарри Поттер брелочек. У меня уже есть Рон, у меня уже есть Гермиона, у меня уже даже есть Драко Малфы. И вот не хватало в эту компашку только Гарри Поттер. Наконец-то он нам попался. Классный брелочки очень прикольные, качественные. У него прям хорошо видно, ибо шрам даже прям очень сильно выделяется. Чтобы сразу было понятно, что это Гарри Поттер. Ну, очень классный. Я в восторге от этих брелков. Так что удачно, кстати, это просто Гарри Поттер мне вот эта вот палочка наколдовал, чтобы мне попался классный сюрпризик. Спасибо, Гарри! И давайте откроем с вами следующее окошко. Это у нас окошко 21. Давайте, чтобы вы тоже видели. Маленькое совсем. Ничего себе! Если бы я вот Advent Calendar открывала бы лет 5 назад, когда я вела личные дневники, то я бы нам обещала. Да и сейчас я же веду всякие блокнотики. Это декоративный скотч. Раньше у меня их так много было, я даже их коллекционировала, увлекалась личными дневниками, оформлением. Посмотрите, какой здесь снэк смешной. Тут даже Валдеморт есть. Ух ты! Вау! Наш тройца, конечно. Слушайте, очень крутой скотч. Правда, его, конечно, здесь, посмотрите, как мало. Но все равно здорово. У меня теперь есть декоративный скотч с Гарри Поттером. Ну, ладно. Следующее окошко такое же по размеру, поэтому давайте мне очень хочется открыть его сейчас. А потом вот эти два больших финальных мы с вами откроем уже в последнем влоге, когда будем считать Дары Смерти. Итак, 22-ое окошко. И еще один скотч, да. У меня теперь есть целых два декоративных скотча по Гарри Поттеру. Я считаю, это успех не иначе. А что у нас здесь? Здесь, ух ты, ничего себе, смотрите, этот скотч с Кубком Огня. Здесь у нас есть даже вот Магонагл, все участники. Ух ты, смотрите. Тут даже у нас есть Седрик. Вот это реально круто. Даже букля, смотрите. Не, ну скотчи, конечно, классные. Да, мало, но они крутые. Прям вообще. И, наверное, вот этот скотч, это не из первого фильма, это из последнего фильма, потому что я вижу здесь Дары Смерти нарисованные. Ну вот такие вот дела, ребята. Нам попали скотчики и классный брелок с Гарри Поттером. Я прям довольна. Очень крутые штучки. Кстати, первые страницы я начала читать только сегодня, вот днем, потом дела какие-то свои делала, видео для вас снимала. А касаемо книг, я как говорила, я дошла до 178-й страницы. Вот на это интересно, я думаю, в главе я остановилась. И поэтому сейчас будем продолжать. То есть эти вот странички я прочитала уже за сегодня. Мне кажется, сейчас начну и также не смогу оторваться. Здесь у меня такая вот открыточка выполняет функцию закладки. Вот, показывала вам тоже вроде бы в прошлом или позапрошлом влоге. Это у нас карта мародеров такая, очень красивая. И, конечно, у меня здесь стикеры, которыми я выделяю разные моменты. Кстати, вот красные моменты, связанные с моментами, знаете, такого шока или с отрицательными персонажами. Вот. Так что, ну, как вы видите, этих моментов в этой части у меня уже как-то многовато. И мне становится от этого страшно. От начала... Боже, я сейчас вспомнила точно, что было в начале. Это вообще что такое было? Я вообще ничего не понимаю. Что будет дальше? Вот. И что хотела сказать. Я сегодня попробовала новый формат для себя. Это книги по знакам зодиака. И я вас там спрашивала, понравилось вам или нет. Поэтому, если не смотрели это видео, посмотрите, перейдите по ссылочке. Подсказку, скорее всего, сделаю. И напишите, как вам понравится. Нет такой формат? Потому что я такого нигде не видела. Мне кажется, это очень интересно. Я сама, как бы я, ну, такую роль в видео сделала, что там я там астролог и так далее. На самом деле, я не сильно в это верю. А точнее, можно сказать, даже вообще не верю. Но просто мне понравилась сама идея. Мне как бы в голове стельнуло так. Это было бы круто. Просто я даже сама спела в ближайшие мысли, что когда я вижу какие-то гороскопы, я всегда даже ради интереса смотрю, что же там про меня написано. Хотя я в это даже не верю. Там каждодневные гороскопы я не читаю. Но если мне попадается такое, я такая, хм, интересно, что там про меня написали? Совпадает или нет? Вот. Мне кажется, с книгами это интересно. И это как бы интересно в том формате, что вы можете там найти какую-то книжку, которая именно вот для вашего знака Зодиака. И вы такие, ну точно, я хотела там её прочитать. Или, ну классно, это про меня там, то, что я скажу про знак Зодиака. И вы такие, ну всё, да. Значит, знак эту книгу прочитать. Если вы читали, то какую-то другую книгу можно выбрать для другого знака Зодиака. То есть такая вот подборка была больше, как книжная подборка моей рекомендации. Но ещё и с интересной вот такой вот отсылкой, потому что, наверное, что многие этим увлекаются, многим это нравится. Вот. Поэтому пишите обязательно, потому что мне очень интересно, как вам такой формат зайдёт или не зайдёт. В этой части настолько динамично развиваются события, что просто настроение сидеть вот так вот, пушить попкорн и находиться в шоке от того, что здесь происходит. У меня идеальный вечер. Книга, попкорн, чаёк, зелёненький, успокаивающий, да, успокаивает мои нервы. После прочтения этой книги, точнее, во время прочтения этой книги. И смотрите, какой у нас здесь потрясающий замок. Я вам как-то его уже показывала. Это замок Морозка. Я думаю, вам потом ещё подробнее его покажу, потому что завтра мы, Жене, ещё соберём один элемент. Так, у нас целый замок уже собран. Осталось собрать только колесницу с тремя лошадками и всё. Но он так красиво выглядит. Это вообще что-то волшебное, сказочное, как будто даже замок Эльзы. Вообще. И вот так вот спойлер, спойлер небольшой. Он выглядит внутри. Очень, конечно, красивый. Шум — это у нас создаёт посудомоечная машина. Я уже умылась, привела себе, так сказать, в порядок, подготовилась ко сну. Время у нас сейчас ночи. Я читала книгу. Не могла оторваться. Нашла до 268-й страницы. Так что завтра уже продолжу читать, потому что сейчас уже хочется спать. Так что всё. Встретимся с вами уже, точнее, сегодня, когда я продолжу читать эту неприятную, интересную книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Я вам показала своё утро, а мой день обычно начинается с тренировки. На самом деле до сих пор сложно прийти в режим после новогодних праздников. Но у меня постепенно получается, и я поставила себе цель привести себя в форму. И вот как меня выручил FitStars. FitStars — это платформа для тренировок с лучшими тренерами, и она идеально подходит для занятий дома. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования. Поэтому я думаю, что каждый сможет найти для себя хоть 7 минуточек в день. На FitStars множество разнообразных тренировок по различным программам. Похудение, растяжка, зарядка, здоровая спина, йога, пилатес и многое другое. Показано всё подробно и понятно, так что заниматься одно удовольствие. А тренироваться можно с любого устройства, от телефона до телевизора. И все полюбившиеся вам тренировки вы можете сохранять в личном кабинете, чтобы не потерять их. А теперь самое приятное. В январе при покупке безлимит премиум вы получаете скидку 70% по моему промокоду. К тому же действует рассрочка. Оформляйте подписку и получаете сертификат 5000 рублей в фирменный магазин Fitstar Shop. Торопитесь, количество подарков ограничено. Не забудьте проверить описание под этим видео, там я оставила все необходимые ссылки. Давайте сделаем этот год самым красивым и здоровым. Переходите по ссылкам, занимайтесь в удовольствии и помните, ваше здоровье в ваших руках. Всё, дела все сделала, спортом позанималась, а теперь могу читать спокойно книгу. Я уже сейчас дошла до 290 страниц. Прочитала немного, но тут такие события. Именно в этой части так классно раскрываются некоторые герои. И за этим просто невероятно интересно следить. Я в восторге от этой книги, как и от всех частей. Но правда, что с каждой книгой всё серьёзнее становится. Это правда так. И даже не представляю, что же будет дальше, что будет в последней части. Ох, но это очень интересно. Ребята, посмотрите, какую огромную коробку принёс Женя. И что там? Конечно, посмотрите, там просто гора книг. Просто гора. Новые книжные полочки. Да. Новые книжные покупочки. А что это за книги? Тут, ребят, книги Кассандра Клэр. Мне кажется, тут нам не те книги положили, которые нужны, потому что какие-то странные. Вот Аркану. Но Кассандра Клэр здесь не всё есть. Наверное, какая-то часть у мамы ещё осталась. А это твои книги только старые, да? Или как? Да. Из твоей старой коллекции. Да. Вообще, я хотела, чтобы Кассандра Клэр мне коробку принесли. Мне принесли почему-то другие книги, которые я на Unholl отправила. Ну ладно, тут почему-то вот только эти книги Кассандра Клэр. Остальные Кассандра Клэр остались там. А эти вот все я на Unholl отправила. Так что, ребят, наверное, эти книги пойдут к нам на Unholl. Вот мы как-то запланировали, но ещё его не сделали. Зацените, это Алина делала обложку. Да, сама для старой книжки. Угу, какое занятие было. Угу, потому что, ну как я говорила, у меня добавится новый стеллаж, и я хочу как раз-таки, ну, для этого нового стеллажа сделать отдельную полку Кассандра Клэр, потому что я очень любила эти книги. Это очень крутая подростковая серия. Я её оставила у мамы, потому что мне некуда было её ставить. Ну, даже графический ремонт, смотри, как красивый есть. Красивый. Запахи. Как что он. Смотри, видишь, графический роман. А это тоже очень классная книжка, где арты всех персонажей. Ух ты, и небольшая биография. Очень красиво. Угу. Я очень любила эту серию. Ну, и классно, на самом деле, у меня с ней очень многое основное не связано. Поэтому придётся нам, наверное, Косте ещё раз говорить, чтобы нам ещё одну коробку привёз. Ещё одну коробку привёз. Ещё моё, эти книги. Ну ладно. В общем, да. Такая у нас коробочка книжная появилась. О, ребята, завтра мы с вами ещё, наверное, пойдём вместе забирать посылку, где ко мне пришли книги. Офигеть там книги, ребят, жесть. Смотрите, дальше будет просто. Я в шоке, такого никогда я не видел. Кто-то Марина заказывала. Я сама, ребят, в шоке. И я буду снимать книжные покупки в этом влоге. Спойлить не буду, чтобы эта у нас интрига осталась за книжных покупок. Что я там такое заказала. Единственное, что скажу, что там книги ко мне пришли в одной посылке на 20 тысяч рублей. Одна посылка книжная на 20 тысяч рублей. Офигеть, я думал, куда деньги там? Ну, в общем, да. И я, скорее всего, книжные покупки выложу в пятницу. Поэтому смотрите, мы будем открывать там ту самую посылку. Такие вот дела. Алин, я проверил заначку. Заначка пустая. Нам нужно ещё один стеллаж ставить. Всё, лавочка закрывается. Пока-пока. Ну, посмотрите на эту булочку. Всё, мужа видит десятый сон. А у меня, как всегда, вечер. Это самое продуктивное время для чтения. Поэтому вот сколько я уже прочитала. Я сегодня дошла до 461-й страницы и оторваться просто невозможно. Я себя чувствую, как Гарри на этой обложке. Эта обложка просто идеально изображает вообще всю книгу, весь её сюжет, потому что здесь у нас изображён омут памяти. И в книге очень много времени посвящено воспоминаниям. Но это настолько интересно. Это раскрывает для нас таких интересных персонажей. И плюс в этой книге, помимо этого, помимо воспоминаний, у нас очень много моментов. То есть у меня, например, прошлые пять книг возникали вопросы по некоторым моментам очень часто. И вот в этой книге наконец-то на них дают ответы. И мы понимаем, что к чему. Например, здесь нам наконец-то рассказали, с чем вообще связано вот это вот проклятие преподавателей тёмных искусств, вообще этого предмета, потому что там преподаватель не задерживается даже одного года. И нам рассказали, с чем это связано. Почему так? Почему то? Почему это? У меня книжка упала. даже начали раскрывать некоторых персонажей. Как я говорила, вроде бы, про Джинни. Нам стали её раскрывать, как эту героиню. Господи, мне она так нравится и так интересно читать с ней главы. И вообще взаимоотношения между персонажами это вообще что-то потрясающее. И мне определённо это нравится. И прям вот как это делает Джоанн Роллинг мастерски, это аплодисменты. И ещё я с полочек своих достала вот эту потрясающую книжку. Боже, я каждый вечер её беру, мне кажется, в руки листаю, потому что это такая магическая вещица, которая сразу погружает в атмосферу. Это книга по фильму, по экранизации, по всем экранизациям Гарри Поттер «Рождение легенды». Это что-то потрясающее. Ну, я, кстати, даже не смотрела последние страницы в этой книге, не открывала загадочный конверт сзади этой книги, чтобы себе, не дай бог, ничего не проспойлились. Поэтому я не листала развороты, посвящённые как раз-таки проклятому дитям и «Дары смерти», потому что я боюсь нарваться на спойлеры, а там как бы есть кадры из фильмов, естественно, и даже вот загадочные конверты я открывала, потому что вдруг там тоже будут спойлеры. Потом это всё открою, ничего страшного. Боже, какие тут классные развороты, хочу вместе с вами сейчас полистать. И что касаемо фильмов, я их тоже люблю, поэтому как бы, собственно, и купила эту книгу. На последней, кстати, книжной «Хочешь, считай, «Городь», поэтому можете посмотреть. Но, знаете, фильмы я как бы могу отличать, как бы я понимаю, что книга и фильм это совершенно разные вещи, и фильм это как бы взгляд режиссёра на эту историю, и он может нам преподнести так, как ему хочется. Это как бы всё понятно. И я как бы могу эти две вещи разделять, несмотря на те моменты, которые я скажу дальше, фильмы мне всё равно безумно нравятся. Женя, который смотрит эти фильмы без чления книги, он вообще от них в огромном восторге находится. Но у меня возникают некоторые вопросы касаемо фильма, потому что это, знаете, больше не какие-то как бы придирки, а как бы вопросы, почему так не сделали, потому что некоторые сцены не требовали какой-то там огромной работы или там огромных вложений, но эти сцены были такие важные, такие ключевые, такие яркие, почему их не ставили и фильмы, на самом деле, я, честно говоря, не понимаю. на самом деле, как бы у меня догадка есть, что просто хотели сэкономить денежки и некоторые моменты не вставили. Например, квиджи, да, это как бы затратные сцены, естественно, представляете, сколько там нужны графики, сколько там нужно стараний, чтобы снять там один квиджич, а чем над мира по квиджу это вообще что-то запредельное, но какие же это яркие сцены, и мне кажется, такие фильмы, они заслуживают этих сцен, потому что они настолько ярко были описаны в книгах, и очень жаль, потому что после первых в фильмах квиджи она вообще не показывает особо в фильмах, то есть может быть там чужит совсем, но нам вообще не показывают соревнования квиджи, вообще, просто их исключили из книги, точнее, из фильма, про КТС книги, из фильма исключили, так же, как в фильме решили исключить Добби после второго фильма, на самом деле, я вообще этого не понимаю, как бы, не знаю, может быть, им было сложно делать графику этого персонажа, Добби, но, господи, он такой милый, с ним такие милые сцены в книге, я помню, я читаю книгу, там, господи, какой же милый момент, особенно вот с Рождеством, когда Добби сделали подарок, я думаю, как же это покажется в фильме, как же, как же, как же, а этого просто нет, этого не существует, то, что там Гермиона затеяла с домовыми, тоже этого не существует, в общем, как будто после второго фильма режиссёры забыли, что есть Добби, и решили Добби во всех сценах ключевых, в которых он играл, а Добби играл ключевые сцены в книге, кто читал, тот поймёт, они решили эти сцены заменять Невилом, просто вот, мне кажется, режиссёры, они там смотрят книгу, да, смотрят сюжет, такие Добби, кто-то такой, мы не знаем такого, как бы пошёл отсюда, вот, Невил, отлично, ты сыграешь Добби во всех сценах, это на самом деле меня просто поражало, в фильме я, конечно, где-то посмеялась, но я не понимаю, почему, почему мы его Добби любимого не вставляем, почему, что он такого плохого сделал, но, как бы, я понимаю, почему, возможно, так сделано, а точнее, я уверена в этом, я почитала про фильмы, и оказалось, что первые два фильма, которые сняты очень даже по книгам, где показаны абсолютно все ключевые моменты, показаны мальчик, видича, и тому, тому подобное, эти два фильма снимал один режиссёр, и этот режиссёр также снимал один дома, то есть это супермагический фильм, поэтому первые два фильма имеют супермагическую атмосферу, вот эти вот волшебства, магии, вот эта вот мелодия, новогодняя атмосфера, ей прям посвящено было в книге, это было все проработано настолько круто, что первые два фильма я вообще обожала, для меня не сказочные, потрясающие, следующие фильмы тоже классные, но вот как бы с некоторыми, но. Следующий фильм у нас уже снимал другой режиссёр, и как я узнала, что просто компания решила сэкономить денежки, потому что первый режиссёр, он, естественно, очень крутой, и он просил не маленькую сумму, да, выделить на этот проект, а другой режиссёр, которого они в итоге взяли, этот режиссёр вообще-то снимал какие-то телешоу, очень мало у него фильмов каких-то было снято, и просто из-за того, что они решили сэкономить, они взяли другого режиссёра, и вообще, в принципе, выделили не такой, как бы, бюджет, да, для этого фильма, поэтому, как бы, над графикой тут уже не сильно старались, вырезали какие-то ключевые сцены, например, как бы, показы матча по Квидичу, да, в Кубке Огня, где просто нам вот так вот волшебной палочкой помахали, и нам показали вот этот вот масштаб этого события, и мы ждём, прям такой нокаут, что же будет, как же этот матч будет показан, там всё так феерично, в итоге волшебной палочкой вот так вот сделали, нам закрыла всё белая вспышка, и всё, матч закончился, что, простите, я на этом моменте вообще, как бы, обалдела, мягко говоря, да, ну, в общем, да, конечно, такие моменты есть, и ещё меня поражает, то, что, как бы, ладно, все эти моменты, окей, допустим, я это всё принимаю, но через сестёру так захотелось, ему так было виднее, так было понятно, ладно, но то, что в фильмах бывают вообще непонятные вещи, происходят, которые будут понятны для человека, который читал книгу, а для тех, кто не читал, они вообще не будут понимать, что там происходит, например, Женя, да, который не читал книги, он только смотрит фильмы, в Кубке огня, он вообще не понимал, что происходит, почему Гарри оказался в фонаре у Рона с Гермионой, да, там Рона и Гермиона уже были, Гермиона, точнее, уже там была, Рон там живёт, Германа там тоже была. Почему так произошло? Что там за этот башмак? Почему они все за него схватились? Что вообще происходит? Вообще непонятно, потому что это настолько сумбурное начало, которое вообще ничего не объясняет, потому что, как бы, Гарри должен быть у Дурсли, и какого фига он оказался в норе у Рона, вообще непонятно. То есть такие моменты, они на самом деле удивляют, потому что ну, как бы, как будто фильм просит нас прочитать книгу перед тем, как смотреть его. Не все же это делают, и как бы обычному зрителю просто-напросто некоторые моменты будут непонятны. Мне, как бы, Жене приходилось рассказывать, что вообще сейчас происходит, потому что он выключал своего на паузу и говорит «Алина, а что сейчас происходит? Я вообще ничего не понял». И я ему, как бы, все рассказывала, что там в итоге было. Ну, как мы, Женя, сейчас смотрим фильмы? Обычно я читаю книгу, и мы, Женя, сразу же смотрим экранизацию, но Женя иногда не может терпеть, потому что ему так интересно, что будет дальше. Поэтому мы, бывает, смотрим фильмы во время того, как я читаю книгу, но доходим до того момента, где я остановилась в книге. То есть вот так вот постепенно смотрим. Вот, да. Ну, естественно, да, для меня, как для человека, который я читал книгу, естественно, книга будет сильнее, но и фильмы, на самом деле, действительно очень классные, волшебные. Как бы, как там кто-то сказал, что эти фильмы, на самом деле, ничего не испортят. И в любом случае, фильмы о Гарри Поттере будут любить, и они в любом случае будут получаться волшебными. И это правда так, даже если они и сэкономили, то фильмы все равно получились достаточно-достаточно неплохими и классными. Ну, а теперь все. Я про, типа, все, что хотела, сказала насчет фильмов, книги. Теперь давайте чуть-чуть с вами погрузимся в атмосферу этой книги, полистаем, посмотрим некоторые моменты, потому что книжка интерактивная, и посмотрим, немножко погрузимся в атмосферу прошлых фильмов, да. Покажу вам, что здесь есть такого интересненького. И я вот действительно каждый вечер почти открываю книгу и достаю все эти интерактивные штучки, потому что они такие прекрасные. Так погружают в книгу. Пойдемте смотреть. Господи, какая же эта книга красивая. Здесь классно показано, как менялся актер. Смотрите, 2001 год, господи, какой милашка. И уже в 2010 году у нас Гарри Поттер выглядел вот так вот. Здесь письмо. У меня есть письмо, которое вот такое прям полноценное, где даже написано само письмо на русском языке, там даже есть список предметов, которые нужно с собой взять, но это, знаете, именно как бы типа под меня версия. Могу написать там свое имя, а это чисто прям письмо, как из фильма на английском языке. Тут у нас написано Гарри Поттер, да. Все точно, как было в фильме. На самом деле это, конечно, очень здорово. Я обожаю такие книги с интерактивными деталями. Как вы знаете, у меня есть книги по Шарлоку Холмсу, по Алисе тоже такие подобные интерактивные. Две зимние истории, поэтому я не могу мимо них пройти. Еще есть очень классные интерактивные издания Гарри Поттера от Мина Лимы. Может быть, вы тоже их видели, они на английском языке, но позже, как их сильно хочу, обязательно приобрету себе в коллекцию. Такие вот развороты есть. Тут вообще у нас такой разворот. И дальше еще идет буклетик, который мы можем посмотреть, полистать. Прям вообще, конечно, погружение невероятное. Косой переулок. Как же атмосферно. А, кстати, вот эта вот книжка у меня появилась только в принципе полукровки, хотя в книге она оставлена достаточно рано. Я сначала не понимала, откуда это, а вот теперь понимаю. Смотрите, всякие зелья, наклейки. Ну, естественно, это у меня будет храниться для коллекции, я ничего из этого использовать не буду никуда клеить. Тут даже есть вот коробочки, которые можно собрать а-ля конфетки. И самое главное, что тут есть, это карта морозеров. Это же вообще мечта. Это просто лучшее, что может быть. Пощупать, потрогать карту морозеров, открыть ее. Это, наверное, одна из таких самых волшебных вещей, которые, мне кажется, хотят получить себе все после просмотра Гарри Поттера. И вот так она раскрывается, как в фильме. Конечно, здесь у нас никто не ходит, видимо, все спят. Но вот, так это выглядит. Очень, конечно, она круто сделана. И вот там как раз-таки сцена, ну, точнее, такой вот момент, да, где карта морозеров, здесь, смотрите, лежит на фотографии. И здесь у нас лежит как раз-таки учебник по зелеварению. Вот такая вот фотография здесь. Классно, конечно. Очень круто. Написана карта морозеров, и написано, кем она изготовлена. Ну, буклетик с врезинками. Очень тоже такая красочная, яркая, тоже заметив все на английском языке, чтобы мы почувствовали, что мы находимся прямо в фильме. Поэтому, да, я в восторге от этой книжечки. И постоянно теперь я беру с полочки, листаю. Это вообще какое-то невероятное наслаждение. Что, книгу с вами полистали, а я уже сейчас думаю, буду ложиться спать, отдыхать. Книжки уже вернусь завтра, мне кажется, уже завтра, послезавтра я ее дочитаю, потому что, ну, как всегда, последняя страница, мне кажется, будет вызывать буря эмоций. Вот нужно сейчас остановиться, потому что я понимаю, что если сейчас не остановлюсь, я буду читать до утра. А мне как бы хочется все-таки более-менее держать свой режим сна. Здоровым сейчас стараюсь следить, да, и спортом занялась, и куча витаминов пью, как бы сон тоже самое важное, поэтому стараюсь вот высыпаться. Поэтому все, ребята, увидимся с вами читать книгу дальше. Как же я обожаю вселенную Гарри Поттера, не передать словами. Привет, мои хорошие, у нас уже третий день влога, я сегодня работала, снимала новое видео, у меня тут произошел взрыв, посмотрите, сколько книг, потому что я снимала книжные покупки с той самой посылкой, про которую я вам говорила, поэтому ждите это видео на канале в пятницу, но теперь я сейчас пойду поужинаю, буду отдыхать и наконец-то буду расслабляться. Ну как расслабляться? Потому что, мне кажется, мне не дадут расслабиться последние две страницы этой книги, но я просто погружусь в любимую историю. А еще мне сегодня так нравится моя прическа, получилось так воздушно, красиво, я вообще в восторге. Конечно, невероятные сильные главы идут при раскрытии того самого злодея, его прошлого, это очень-очень интересно, как это все постепенно раскрывается, как опять же раскрываются, как я говорила, те вещи, которые нас волновали в прошлых частях, мы не понимали, как вообще такое возможно, почему так происходит, об этой части, если мы просто все-все-все рассказывают, это шикарно, мне до конца осталось всего-навсего 140 страничек, и завтра уже своими силами я буду их дочитывать, потому что, как всегда, конечно, я знаю, что Джон Роллинг на последней странице устраивает, поэтому нужно, вы знаете, начинать читать точно не ночью, а пораньше, потому что потом спать будет невозможно. Получается, у нас сегодня четвертый день этого влога, на самом деле, я понимаю, что я бы могла прочитать эту книгу за день, как я сделала в этом марафоне 24 часа чтения, но последние две части мне вообще не хочется читать быстро, хочется максимально растянуть, чтобы остаться в этом мире, остаться с этими персонажами хоть чуть-чуть подольше, но сегодня тот день, когда мы с вами дочитаем предпоследнюю часть, сейчас я буду садиться и все уже дочитывать, как я и говорила, последняя страница, и как всегда Джон Роллинг там устраивает такое, ну что, оторваться будет точно невозможно, а вообще, знаете, у меня какое-то уже предвкушение весны, у меня прям какое-то весеннее вдохновение, потому что у меня сейчас какой-то заряд энергии, чтобы снимать видео, много видео, всякие разные интересные форматы, пробовать новые, чему, конечно, я очень рада, и вот сегодня я сняла реорганизацию книжных полок, но чуть в новом формате, поэтому тоже ждите выйти на канале, скорее всего, в среду, то есть через неделю, потому что воскресенье планируется прочитанное, которого очень давно на канале не было, а в пятницу книжные покупки, поэтому пока что вот такой вот график, и прям стараюсь сейчас, уже несколько недель подряд, можно сказать, месяц, наверное, я стараюсь выкладывать три видео в неделю, и сейчас уже привыкла к этому формату, в принципе, все успеваю, поэтому я очень довольна этим, надеюсь, что вы тоже рады, что видео так регулярно выходит. У меня, возможно, потек макияж, я сейчас более-менее это восстановила, потому что я дочитала «Принца полукровку», я дочитала, и мои эмоции, это, знаете, просто даже не эмоции, я чувствую полное опустошение, у меня сейчас мурашки по всему телу от тех событий, которые здесь происходили, у меня такой шок был, я последние страницы прочитала очень быстро, но, знаете, в воспоминаниях, как будто это очень долго было, я это все проживала, пыталась осознать, и без спойлеров тут никак не обойтись, поэтому, ребят, спойлерная часть, если не читали книгу, то вот на эту минуту перелистывайте видео, а мы сейчас будем осуждать все со спойлерами. Смерть Дамблдора, которая в этой книге была написана настолько, мне очень больно об этом говорить, потому что я Дамблдора люблю, я как бы слышала ими даже в комментариях под видео, писали, что некоторые Дамблдора вообще не любят, но, как по мне, это очень классный персонаж, который поддерживал Гарри, и да, он тоже делал неправильные поступки, но мне кажется, в этом плане Джоан Роллинг показывает, что не все люди идеальные, и всем людям, даже таким крутым волшебникам, как Дамблдор, который вроде бы такой всезнающий, он тоже может ошибиться, и это абсолютно нормально, если у нас показывает вот ситуация со Снегом, да, что он ему так сильно доверял, он ему поверил, а в итоге Снег вот так вот его ударил, можно сказать, в спину, что вот касаемо Снега, да, как это персонаж рисковал всю эту книгу, с самого начала я была в шоке, когда были вот главы, это вроде бы уже в второй главе было, когда Снег встретился с Беатрисой, и встретился с мамой Малфе, когда они еще заключили вот этот договор, и я тогда уже, на самом деле, была в шоке, но все-таки мне осталась надежда, может быть, Снег что-то замышляет, может быть, Снег там, у него какие-то планы есть, и он все-таки на стороне Дамблдора, но оказалось, это вообще не так, и что произошло в конце, меня на самом деле просто ввело в ступор, я не знаю, что будет дальше, что будет дальше со Снегом, как дальше будет развиваться его линия, потому что сейчас его линия меня ввела в ступор, потому что казалось, вроде бы, что персонаж исправляется, и даже вот в Ордене Феникса они там с Гарри как-то переговаривают, Гарри ему намек дал, вроде бы даже Гарри стал ему хоть чуть-чуть, но доверять, и в итоге вот в этой части все вот так, вот что Снег был заодно с Дракомалфе, Малфе тоже там плакал, которым вообще еще ребенок, у него такая миссия была, на самом деле в этой книге, естественно, можно чем-то проникнуться к Драку Малфе, но, естественно, все равно у меня симпатии к этому герою вообще не появилось, потому что он себе, себя возомнил непонятно кем, а там вдруг что, там какая-то серьезная ситуация, он сразу такой все, боюсь, 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 что еще сказать, а касаемо еще Снега, то, что это его был учебник Принц Полукровка, а вообще это учебник был еще его матери, и у нее там фамилия Принц была, и тоже это, конечно, удивительный факт, что всю книгу держалась интрига, что же это такое за Принц Полукровка, тоже этот факт, потому что, на самом деле, я думала, что это книг Волан-де-Морт, книг, а учебник Волан-де-Морт, там какие-то разные теории шли, но то, что это Снег, мне как бы пролетала такая мысль, но я на самом деле не думала, что на самом деле это его учебник был, и, конечно, что делать все сцены с Снегом, с Малфоем, это вообще, это вообще, как же было трогательно с Дамблдором, с Фениксом, прям вообще, не знаю, я прям Дамблдора очень любила, и для меня потеря этого персонажа однозначно очень-очень тяжелая, я вот сейчас запинаюсь, заговариваюсь, потому что я не могу пока прийти в себя, если еще в прошлой части там мы потеряли Крестного Гарри, Сириуса Блэка, то все-таки для меня в этой части более сильная потеря Дамблдор, и действительно страшно, что же будет в последней части, если там будет битва, я это уже понимаю, финальная битва, и мне, честно говоря, страшно, сколько же персонажей мы потеряем в следующей книге, пока просто посмотрите, да, стикеры, ладно, это уже можно обсудить и в неспойлерной части, все, я сейчас обсудила спойлерные моменты, которые хотела, и вот показывала там, что, посмотрите, какое у меня количество стикеров, и здесь большинство это именно красные стикеры, я вам говорила, что они означают, как бы, ну, вы сами понимаете, да, и колумбик здесь стикеров много, короче, это вообще, просто готовьте платочки, если собираюсь читать Гарри Поттера, ну, а я буду готовиться морально к чтению Дары Смерти, и даже не представляю, что меня там ожидает, на этом было все, я сейчас буду приходить в себя после этой части, наверное, возьму перерыв несколько дней до прочтения Дары Смерти, нужно восстановиться именно в моральном плане, в эмоциональном плане, а вы читайте больше и получайте удовольствие от каждой страницы, и мы с вами увидимся уже в следующем блоге.